Помню про себя, высшее финансово-юридическое образование, постоянно обучаюсь, обучался у лучших в сфере инвестиционной аналитики и финансов, предприниматель-инвестор, построил компанию с нуля, работал в Сбербанке, в Промбанке и сейчас, в принципе, по полной загружен в MaxCapital, работаю с клиентами и являюсь резидентом фонда Сколковой клуба предпринимателей Эквиум фонда Игоря Рыбакова. Вообще, что у нас будет сейчас с рублем, да, но видно, что у Центробанка стоит какая-то цель на следующий год, на окончании года, они все говорят, что все зависит от инфляции, понятное дело, что официальный, который типа там между трех с половиной и четырем процентов, вот, по поводу неофициальной инфляции, как я говорил, у каждого своя и реально недавно зашел купить себе витаминов и витамины потом подорожали на 900 рублей. Все потому, что это витамины не российские. Я думаю, что сейчас рынок боится все-таки неопределенности, в том числе российский, там, возможно, какой-то там всплеск, но какого-то же скача сильного там в этом году не жду, возможно, ближе к февралю, к марту. На самом деле, у нас в России идет улучшение счета текущих операций до 30 миллиардов, вот, то есть мы продаем, в том числе здесь львиную долю пользы принесли наши золотодобычники, которым Центробанк разрешил продавать на экспорт, вот, это тоже очень хорошо. Вот, по поводу золота тоже, заметьте, такой интересный нюанс, то есть разрешили золотодобытчикам продавать, да, не только внутри страны. И на биле он также сказал, что мы можем еще управлять, снижать ставку, вот, и на самом деле, что мы еще можем делать, мы можем девальвировать валюту. Вот, это тоже очень интересно. Вообще у них стоит цель, цель у них стоит 3.75, я все-таки верю вот в эту ставку, что могут еще там дважды с перерывом там в полгода ставку снизить, то есть 3.75 в 21 году очень реально. Вот, это, кстати, тоже вопрос о недвижке в короткую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова